Привет! Это блогер-кидз. Меня зовут Виолетта. Я спешу поделиться с вами своим отличным настроением. Погода радует. Хочется побольше гулять. Скоро долгожданные каникулы. Только надо сначала сдать экзамены. И здравствуй, лето! Друзья, в связи с этим хочу напомнить вам о детской безопасности на дорогах. Смотрим сюжет от Марии. Привет, друзья! Это блогер-кидз. Меня зовут Мария. Скоро продвенит последний звонок и все ученики пойдут на летние каникулы. Это веселая пора. Но чтобы каникулы были не только веселые, но и безопасные. Надо вспомнить правила дорожного движения. Поехали! О том, что дорогу нужно переходить на зеленый сигнал светофора, наверное, знают все. Помните, нельзя переходить дорогу на красный и на желтый сигнал светофора. А еще можно переходить дорогу по пешеходному переходу. Но здесь тоже надо быть очень осторожным. Надо убедиться в том, что водитель вас увидел и остановился. В нашем городе есть много светофоров. Среди них и есть необычные. Например, со звуковым сигналом. Они служат для слабовидящих людей. Суть их очень проста. Слышишь звуковой сигнал, смело переходи дорогу. А еще есть кнопочные светофоры. Нажимаем на кнопку. Ждем, когда загорится зеленый сигнал светофора. Переходим. А как перейти дорогу здесь? Всегда задаюсь этим вопросом, когда иду в школу. Господа полицейские, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Пишите об этом в комментарии. Желаю вам веселых, незабываемых и безопасных каникул. Ну а с вами был Блогик Киз. Переходите на сайт qzmedia.kz, подписывайся, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Пока-пока! Еще один наш любознательный блогер Платон снял репортаж о беспилотниках. Интересно, что это такое и для чего? Привет! Это Блогер Киз и я Платон. И сегодня в этот солнечный денек у озера Пестрое происходит что-то интересное и необычное. Давайте подойдем поближе и посмотрим. А что здесь будет происходить? Здесь запускается беспилотник и снимаются окрестности городов. А для чего делать снимки всяких местностей? Для того, чтобы потом сконструировать 3D-модель и вывести это все на компьютер. А для чего делать 3D-модели? 3D-модели делаются для того, чтобы, допустим, строить дом и показать Акиму. Если Акиму городу не понравится дом, то они могут его перестроить и вместо этого дома сделать модель садика, либо же какой-нибудь школы. Вау! Смотрите, а это тот самый самолет, который готовят к полету. Это очень интересно. Меня зовут Корыцкий Сергей. Я руководитель компании «Геоскан Казахстан». Сколько раз он падал, был в аварийных ситуациях? На самом деле было всего несколько таких моментов. Но самый примечательный, наверное, и самый такой запоминающийся, это когда было незапланированное открытие парашюта на 400 метров. На улице было минус 27, и операторы потом в течение 4 часов на снегоходах искали этот беспилотник. Ну, благополучно нашли его. Как они его нашли? Может быть, в темноте увидели свечение, как у самолета? Да, то есть беспилотники оснащены специальными ходовыми фонарями, то есть и в темноте увидели вот эти вот моргания, то есть и благодаря этому, собственно говоря, наверное, был беспилотник и найден. Когда создаются 3D-модели, за сколько примерно их можно сделать? Все зависит, конечно же, от площади. Но вот сегодня мы снимаем микрорайон Жасуркен. Я думаю, что обработка данных потом займет порядка 8-12 часов. Из этого, даже можно сказать, путешествия, я узнал то, что ребята из компании Геоскан Казахстан делают очень полезную штуку. Все эти 3D-модели можно использовать в разных сферах жизни. Это был блогер Китс, я Платон. Пока! Да, каникулы – это, конечно, хорошо, но рекомендую вам читать книжки, чтобы не забыть буквы и узнать что-нибудь познавательное, как это делает, например, Агата. А знаете ли вы что? Смотрим! 3D-модели, мальчишки и девчонки, а также их родители. Интересный факт услышать не хотите ли? А вы знаете, что дельфин спит с одним открытым глазом? Более того, он не просто спит с одним открытым глазом. Он спит с одним работающим дежурным полушарием мозга. Пока дельфин видит сладкие сны, дежурное полушарие следит, чтобы дельфин возле взял вдох и не захлебнулся. Еще эта способность очень пригодится новоспеченным родителям, потому что новорожденные дельфины не спят на протяжении всего первого месяца своей жизни. И здесь как раз с Татя, дежурное полушарие. Оно поможет следить за дельфинятами, когда второй полушарий отдыхает. Пока-пока, до новых встреч! Это был блогер Титс, я Виолетта. Следите за нашими новыми выпусками на сайте QAZ Media KZ. Будет интересно! Пока! Продолжение следует...